Итак, друзья, я привез вас на канале Миллион Кар. Сегодня мы с вами находимся на том автокомисе, где продается нереальное количество автомобилей, которые стоят до 1000 долларов и, может быть, чуть выше. Ну, в общем, друзья, это самый большой автокомис в городе Ворослов дешевых автомобилей. Все ссылки, все контакты, все адреса, все будет в описании, а также в первом закрепленном комментарии. В общем, друзья, приятного вам просмотра. Меня зовут Вадим, а мы начинаем. Поехали! Итак, друзья, не будем долго затягивать, а мы начинаем с того, что доллар у нас сегодня стоит 4 злотых. Ну и, конечно же, мы начинаем рассмотрение первых автомобилей и посмотрим вот такое, друзья, Peugeot. Вот такое вот Peugeot продается здесь и сейчас, в кузове универсал, в достаточно неплохом состоянии. Вот, как бы, не, действительно в хорошем состоянии, не прикопаться, зимняя резина. Ну, ладно, друзья, давайте засчитаем быстренько данные. Это у нас Peugeot 307 SV 2005 года, 329 тысяч пробега, вернее, 320 тысяч пробега, 2.0 дизельный двигатель и стоит эта машина 3000 злотых. Это у нас 750 долларов, друзья, 750 долларов. Вот такой вот ухоженный Peugeot. Вот такой вот Peugeot. Машинка, конечно, старая. Вся чистота купить, гонять на работу. Ну, как бы, ага, вот в чем секрет, друзья. Сзади немножко машина была, конечно, подбита. Но, хоть, знаете, как говорится, хоть нюанс налицо. Хоть нюанс налицо, и мы все прекрасно с вами видим и понимаем. То есть, осознавая то, что можно купить за такие деньги. Так, друзья, ну, а здесь у нас 4 стеклоподъемника, электронная регулировка зеркал, руль в хорошем состоянии, сидение тканевое тоже более-менее в хорошем состоянии. Единственное, я с этим моментом не могу понять, как это возникает, почему это возникает. Это почти в каждой машине есть. Ну, и, друзья, ну, как бы, как бы вот это вот мне непонятно. Ну, ладно. Кто знает, пожалуйста, напишите в комментариях, что это такое. Буду очень благодарен. Так, здесь у нас механическая коробка передач 6 ступка. Есть климат-кондиционер. Вот такая вот, друзья, магнитола. Сзади вот такой вот салон, друзья. Ага, синее, синее сидение. Было, я так понял, подзаерзанное, поставили новое. Тут, походу, никто не ездит. И сзади, сзади тоже никто не ездит. Так, и здесь у нас вот такая вот панорамная крыша. Ну, в общем, друзья, вот такой вот автомобиль продается здесь и сейчас. Единственный нюанс, конечно, который мы видели сзади, это немножечко подбитая задница. Ну, куда от этого деться? Так, друзья, ну, здесь у нас вот такой, друзья, автомобиль. Это у нас Renault Scenic. Renault Scenic достаточно старый автомобиль, но еще в неплохом состоянии. Конечно, сзади имеется мятина, на задней двери, вернее. Так, засчитаем быстренько данные. Это у нас Renault Scenic. 98-го года, 285 тысяч пробега, 2,0. Бензиновые двигатели стоят, эта машина, 3 тысячи злотых. Это у нас 750 долларов. 750 долларов за вот такой, друзья, Scenic. Так, ну, как бы, как бы тоже машина сзади немножечко подбита была. Ну, машина старая. Это так уже, знаете, доездить, короче, и все. Так, здесь у нас имеется два стеклоподъемника, кожаный вот такой вот салон, более-менее живые сидения, немножко подъерзаны. Руль вот в таком вот состоянии. Ну, как состояние, салон обтянут уже. Так, здесь у нас механическая коробка передач, пятистопка, еще два стеклоподъемника. Так, здесь у нас кондиционер, очень неплохо. Сзади вот такой вот салон тоже кожаный, на неплохом состоянии. Места действительно очень много. Ну, то есть, такой вот дешевенький семейный автомобиль, друзья. Ну, чисто, как говорится, наидобыток. Чисто взять, добить и забыть. Ладно, друзья, ну, давайте посмотрим уже следующий автомобиль. А здесь у нас такой вот Volkswagen Passat. Volkswagen Passat в красном свете. Вот, кузовый универсал. Тоже состояние, как бы, на свои года. Вот. Как бы, состояние на свои года. Тут проводились, конечно, какие-то подкрасочные работы. Лак, конечно, облазит. Ой, давайте прочитаем быстренько данные. Это у нас Volkswagen Passat 97-го года. 383 тысячи пробега, 1.9 дизельный двигатель. И стоит эта машина 3 тысячи злоток. Это у нас 750 долларов. Ну, как бы, друзья, 750 долларов за старенький Passat. Двигатели у них, конечно, миллионники. Тут не поспоришь. Вернее, тут не поспоришь. Непонятно, по какому кругу он уже пошел этот счетчик мотать. Ну, вот такая вот машинка, друзья. Давайте быстренько посмотрим, что там у нас по салону. Так. Есть 4 стеклоподъемника. Вот такой вот, друзья. Подзатяганный, конечно, сиденье, вернее, подзатяганное. Руль подзатяганный, все подзатяганное. Механическая коробка передач 5 стопка. Есть подогрев сидений, климат, кондиционер. Вот такой вот, друзья, подлокотник. Сзади вот такой вот салон. Ну, что я вам скажу, друзья. Ну, а это, опять же, я же говорю, это машинка для тех, кто конкретно работает на стройке. Взять чисто, чтобы возила тебя лошадкой. И самое то, друзья. Здесь у нас такой же Passat, темно-зеленый. Но уже более-менее в лучшем состоянии. Конечно, на крыле имеется подкрас. Но тут уже как-то уже более-менее лучше выглядит. Букрасненький такой немножечко этот. Так, зачитаем быстренько данные. Это у нас Volkswagen Passat 98 года. 304 тысячи пробега. 1,8 бензиновые двигатели. Стоит эта машина 2,5 тысячи злотых. Это у нас, грубо говоря, 625 долларов. 625 долларов. Вот такой вот старенький Passat. Ну, что можно, опять же, сказать по такой машине. Фух, 625 долларов. На играх купить, так сказать. Не жалко. Не жалко добыть. Так, посмотрим, что здесь у нас имеется. Имеется у нас вот такие вот два стеклоподъемника. Сидение тканевое в хорошем состоянии. На мое просто удивление. Так, здесь у нас подлокотник. Механическая коробка передач. Пятиступка. Есть кондиционер. Подогрев сидений. Руль, конечно, подзаверзан. И слегка вот такие вот, друзья, сзади сидения. Ну, в принципе, для села купить. И нормальный будет автомобиль. Так, друзья. Ну, а мы с вами переходим к рассмотрению уже следующего автомобиля. Ох, мать моя Божья. Сколько же ему лет. Так, здесь у нас старющий просто француз. Давайте посмотрим, что там у нас по данным. Это у нас Peugeot 306. Кузове универсал. 1998 года. 254 тысячи пробега. 1.6 бензиновый двигатель. И стоит эта машина 3000 злотых. Это у нас, грубо говоря, 750 долларов. 750 долларов на одном дыхании. Я прочитал. Слушайте, ну, состояние кузова, если честно, неплохое. Неплохое. Единственное, что... Цвет дверей... Короче. Господи, что я сейчас вам пытаюсь объяснить. За 750 долларов. Старая машина. Какие двери? Какой цвет? Что я несу? Так. Есть два стеклоподъемника. Ткань его еще более-менее в состоянии сидения. Но единственное, что не мешало бы почистить. Опять же, что это за фигня? Меня она уже раздражать начинает. Так. Это у нас... Это у нас руль еще более-менее в хорошем состоянии. Вот. Как бы качество присутствует. Здесь у нас вот такая вот механическая коробка передач-пятиступка. Сзади вот такой салон и огромезный вон там багажник. Что там, если видите, это будет хорошо. Так. Вот такая вот машинка продается здесь и сейчас. Конечно, старая, как моя жизнь. Ну, друзья, что же вы хотели? Так. А здесь у нас вот такая вот, друзья, Шкода Фабия. Тоже имеются под красы. Снизу, особенно на... Получается, снизу на крыле и на пороге. Ну, а так, в принципе... Короче, давайте прочитаем быстренько данные. Так. Это у нас Шкода Фабия. 2001 года. 1,4 бензиновый двигатель. 227 тысяч пробега. И стоит эта машина 2 тысячи злоток. Это у нас 500 долларов. То есть 500 долларов. Вот такая вот Шкода Фабия. Шкода Фабия. Ну, по кузову как бы имеются под красы, но она еще такая, живучая. Да? Вот. По кузову. Ладно. Давайте посмотрим, что там у нас по салонам. Так. Ну, здесь у нас самый, что ни на есть, бомж. 4 стекла. 4 весла. Вот. Сиденья уже чем-то обтянутые. Ну, снизу еще в неплохом состоянии. Естественно, что не мешало его хорошенько почистить. Опять же, все в пыли. Еще поляки за люди такие. Как можно так ездить по-грязному? Так. Руль, конечно, подзаюрзанный. Механическая коробка передач 5 стоп. Кондиционер, а не ма, магнитол, а не ма. Ну, короче, все на... За 500 долларов, друзья. За 500 долларов. За 500 долларов. Не за 3000 долларов, а за 500. Вот, фабик вот такой, да, купить? Ладно, друзья. Ну, а мы с вами посмотрим, что там у нас по следующим автомобилям. Так. А здесь у нас вот такая вот, друзья, Honda Civic в кузове хэтчбек. Темно-вселенном свете. Состояние действительно неплохое. На мое удивление. Единственное, что бампер красился. Но, ладно. Это видно не сходным взглядом. Ах, да, и капот, походу, пескострулся. Ну, короче. Кого это сейчас волнует? Так. Это у нас Honda Civic. 2001 года в кузове хэтчбек. 270 тысяч пробега. 1 на 4 бензиновый двигатель. Стоит у машины 4 тысячи злоток. Это у нас 1000 долларов. 1000 долларов за вот такой вот, друзья, хэтчбек. За вот такой вот хэтчбек. Как бы, ну, как бы внешне неплохо выглядит. Единственное, что мы видим, что подсели, конечно, пружины. Машина практически сидит на жопе. То есть, вот такие вот пироги. Вот. Ну, ладно. Это уже дело такое. Поменять пружины каждый сможет. Так. Здесь у нас 4 стеклоподъемника. Электронная регулировка зеркал. Руль в хорошем состоянии. Тканевые сидения. Не мешало бы хорошенько почистить. Слушайте, тут места столько ошалеть. Это что за сивик такой? Слушайте, тут, смотрите, просто обалдеть. Как тут все неожиданно расположили. Так. Механическая коробка передач. Передступка. Не хватает накладки на магнитолы. Кондиционер. Слушайте, друзья, салон. Салон реально хороший. Салон хороший. Тут не докопаться. Может что-то... Погодите. Может что-то в багажнике лежит тяжелое? Да нет. Вроде ничего не вижу. Вернее, ничего не вижу. Да нет, ничего нет. Багажник чистенький. И все. Вот. Слушайте, ну, я как бы подозревать могу, что-то могут быть. Да нет, вряд ли. Ну, типа, знаете, стойки, да, сторванные могут быть. Так, багажник, походу, не закрывается. Вот. Не понимаю. Хочу понимать. Да нет, вроде стойки на месте. Сейчас ничего не бачу, но ладно. Так. Ну, короче, друзья. Вот такой вот автомобиль продается здесь и сейчас. Ну, а мы с вами переходим к рассмотрению следующего автомобиля. Ну, а здесь у нас вот такая вот Mazda 6, длиннючая, здоровая, старая. Ну, еще неплохое состояние, конечно, имеются вмятины по кузову. Ну, куда от них деться? А, нет, вмятина, только на крыле. Извините, тут краска блестит. Так, что это у нас такое? Это у нас Mazda 626 2000 года. 357 тысяч пробега, 1.8 бензиновый двигатель. И стоит она, машина, 700 злотых. Это у нас 2700 злотых. Вернее, извините. И это у нас будет, грубо говоря, 675 долларов. 675 долларов за вот такую вот Mazda. Старенькая Mazda. Вот, как бы дешевенькая. Это очевидно. Эти машины уже особо не популярны, но состояние действительно ее более-менее хорошее. Под крылу, понятно, уже начинают влазить дрыжечки. Не мешало бы с этим быстро разобраться, иначе потом будет хуже. Так, друзья, ну здесь как-то так все, знаете, вот по-американскому выглядит. Здесь у нас два стеклоподъемника, светлый такой, скажем так, салон. Приятное, просто приятное велюровое сидение. Вот это раньше делали. Руль как новый, не понимаю. Как так-то? 357 тысяч пробега. Подлокотник. Тут не мешало бы почистить. Механическая коробка передай в печи ступка. Есть кондиционер. И сзади вот такой салон. Слушайте, но, честно скажу, салон реально уютный. Салон реально уютный. То есть, сделан в таком стиле 90-х, но он реально уютный. То есть, машину берегли. То есть, кто-то ездил конкретно, не знаю по какой причине, но, может, кто-то умер, и все. И машина осталась без никого-то. Ее сюда привезли. В принципе, это вероятно. Просто машина очень ухоженная. Ладно, друзья. Ну, а мы с вами посмотрим уже следующий автомобиль. А здесь у нас вот такая вот, друзья, темно-зеленая Audi. Темно-зеленая Audi. И быстренько прочитаем данные. Это у нас Audi A3 97-го года. 280 тысяч пробега 1.8 бензиновых двигателей. Стоит эта машина 3 тысячи злотых. Это у нас 750 долларов. 750 долларов за вот такую вот Audi. За вот такую вот Audi. Имеется только подкрас. А так, в принципе, машина еще более-менее живая. Давайте посмотрим, что там у нас по салону. Так, салон. Два стеклоподъемника. Электронная регулировка зеркал. Не хватает две кнопки. Единственное, куда-то подевались. Сидение тканевое. Мешал бы хорошенько подшить, вернее. Руль как хороший, в принципе. Вернее, не как новый, а хороший просто руль. Вот механическая коробка передача 6-стопка. Есть подлокотник. Сзади вот такой вот салон. Есть климат-кондиционер. И немного мелочи. Ну, друзья, чисто поседневный автомобиль для использования самое то. Вот. Небольшой хэтчбэк, а места в нем очень много. Так, друзья. Ну, а мы с вами переходим уже к рассмотрению следующего автомобиля. А здесь у нас вот такая вот Renault Talia. Это у нас, грубо говоря, кливу в кузове седан. Вот. Тут имеется единственное, что вот момент по двери. А так, в принципе, машина еще в неплохом состоянии. Так, давайте посмотрим быстренько, что там у нас по данным. Это у нас Renault Talia 2001 года. 233 тысячи пробега. 1,4 бензинового двигателя. Стоит эта машина 2 тысячи зло. Так, это у нас 500 долларов. Друзья, старенький Renault 500 долларов продается здесь и сейчас. Что можно сказать? Да ничего ты не скажешь. Просто, просто более-менее живой седан, но с бобитой, вернее, дверью. Так, друзья, посмотрим, что там у нас по салону. Так, по салону сиденье, конечно, подзаерзанное. Пассажирское в нормальном состоянии. Это тоже. Механическая коробка передач пятистопка. Есть два стеклоподъемника. Кондиционер я не бачу. Есть вот такой вот руль подзатяганный. Вот такая вот, друзья, панелька. Ну, в общем, друзья, все в стиле 90-х. Вот такой вот автомобиль продается здесь и сейчас, как мы видим. Ну, а мы с вами переходим уже к рассмотрению следующего автомобиля. А здесь у нас вот такой вот маленький, экономный для города, старенький Ford Fiesta. Ford Fiesta есть, конечно, нюанс по крылу. И, конечно же, да, по крылу есть нюанс. И вот, ну, это уже дело такое. Так, посмотрим быстренько, что у нас по данным. Это у нас Ford Fiesta 98-го года. 70 тысяч про вега. 1,2 бензиновый двигатель. Плюс есть газ. И стоит эта машина 3000 злотых. Это у нас 750 долларов. То есть, друзья, очень экономный, маленький автомобиль на доставочку. Здесь по задней арке имеется момент. Ну, в общем, что я могу сказать. По кузову, конечно, работа есть. По кузову работа есть. Он, к сожалению, закрытый. Вот почему, непонятно. Посмотрим быстренько по салону. Здесь у нас имеются такие вот сидения. Уже чем-то накрыты. Руль чем-то обтянут. Механическая коробка передач, пятиступка. Кондиционер. Есть кассетная магнитола, в общем, друзья. И сзади вот такой вот салон. Короче. Единственное, что автомобиль выглядит неплохо. Единственное, что не мешало бы разобраться с передним крылом и задней аркой. Вот такой вот автомобиль. Ну, как говорится, знаете, вот рубрика недобыток. Я бы так это назвал. Ну, а тут у нас, друзья, вот такой вот Volkswagen Passat в следующем, да, в формате седания. И состояние неплохое. Такие аудиоские, получается, диски. Ну, как бы выглядит достаточно прикольно. Ладно, посмотрим, что там у нас по данным. Это у нас Volkswagen Passat 1997 года. Кузовый седан. 288 тысяч пробега. 1.6 бензиновый двигатель. И стоит эта машина 4 тысячи злотых. Это у нас тысячу долларов. Тысячу долларов стоит вот такой вот, друзья, седан. То есть, Passat в неплохом состоянии. Ну, вот, как бы, как бы, неплохой седан, если честно. Вот. Ну, посмотрим быстренько, что там у нас по салону. Не будем затягивать. Так, сверху имеется люк. Очень хорошо. Ох ты, ёпт, направо. Кто-то вытянул, просто вырвал этот момент. Вернее, ручку для двери. Так, здесь у нас, вернее, изнутри ручку, извините. Здесь у нас имеется два стеклоподъемника. Электронная регулировка зеркал. Есть вот такие вот сидения. Тканевые. Это что у нас? Это, это... А, да, тканевые там снизу сидения, но я не бачу состояние. Надо снимать. Ну, еще вроде, вроде как в неплохом состоянии. Руль, конечно, подзатяганный. 288 тысяч пробега, пишут, дай бог поверить. Нема подлоготника. Механическая коробка передач пятиступка. Есть кондиционер климат. Сзади вот такой вот салон, друзья. Ну, скажу я вам так. Более-менее ухоженный Passat. Вот, но... И стоит он, конечно, тысячу долларов, друзья. Ну, все уже дело такое. Все уже дело такое. Ну, а мы с вами переходим к рассмотрению следующего автомобиля. А здесь у нас вот такой вот Ford Fiesta в кузове хэтчбэк. Тоже состояние более-менее хорошее. Реально более-менее хорошее состояние. Ну, и, вернее, посмотрим быстренько по данным. Что это у нас такое? Это у нас Ford Fiesta 2002 года. 288 тысяч пробега. Вернее, 289 тысяч пробега, извините. 1.4 дизельный двигатель. И стоит на машине 3 тысячи злотых. Это у нас 750 долларов. 750 долларов за вот такое, друзья, Ford Fiesta. В принципе, состояние внешнее реально неплохое. Есть даже парктроники. Вот такой вот автомобиль. Вот такой вот, друзья, комплектация HIA. Так, посмотрим, что там у нас по салону, друзья. Так, по салону. Живые велюровые сидения. Два стеклоподъемника. Руль уже чем-то обтянут. Снизу он, конечно, слегка подзатяганный. Вот. Что здесь у нас еще имеется? Пробег и не бачу. Так, механическая коробка передач пятистопка. Есть кондиционер родная сидишная магнитола. И сзади вот такой вот салон, друзья. Ну, что можно сказать? В целом автомобиль неплохой. Стоит достаточно дешево. Ну, как бы, как бы вот. Единственное, что я вижу сзади немножко подсевшие пружины. Ну, а так, в принципе, состояние реально неплохое. За 700, друзья, долларов. Ну, а мы с вами переходим к рассмотрению уже следующего автомобиля. А здесь у нас вот такой вот, друзья, Fiat Stilo. В кузове хэтчбэк, две двери. Как бы полухэтчбэк, полукупе. Я бы так сказал. Ну, состояние неплохое. Давайте прочитаем быстренько данные. Это Fiat Stilo. 2004 года. 286 тысяч пробега. 1,9 дизельный двигатель. Стоит за машину 750 долларов. То есть, 3000 злоток. Это у нас 750 долларов. Ну, как бы, машина внешне выглядит реально неплохо. Как бы, неплохо. Здесь, единственное, покраски какой-то интересный момент происходил. Вот. Ну, как бы, как бы, вот. Давайте быстренько посмотрим, что там у нас по салону, друзья. Так, здесь у нас два стеклоподъемника. Электронная регулировка зеркал. Руль, конечно, подизношен. Сидения кожаные еще более-менее. Но тоже уже подизнашиваются по чуть-чуть. Но еще более-менее в хорошем состоянии. Так, есть кондиционер. Очень неплохо. Родная сидишная магнитола. Механическая коробка передач, пятиступка. Подлокотник АНМА. И сзади вот такой вот салон, друзья. Ну, опять же. Чистить, чистить, еще раз чистить. Вот. Как бы, Fiat. Вот такой вот Fiat продается здесь сейчас. Ну, а мы с вами переходим к рассмотрению уже следующего автомобиля. А здесь у нас вот такой вот Renault Laguna в белом цвете, в кузове Universal. Очень, очень, вернее, ярко выраженный, а француз, вернее, автомобиль. Так, прочитаем быстренько данные. Это у нас Renault Laguna в кузове Universal 2001 года. Это 264 тысячи пробега, 1,8 бензиновый двигатель, плюс есть газ. И стоит там аж на 5 тысяч слот. Их это у нас, грубо говоря, 1250 долларов. 1250 долларов. Вот такая вот Renault Laguna. Так, друзья, обратите внимание быстренько, что там у нас. Сзади у нас такая тонировка. И что там у нас по салону, друзья. Так, 4 стеклоподъемника, электронная регулировка зеркал. Сидение, опять же, полукожено, полутканевое, опять же, подвзношено. Именно эта часть, всех Renault, которые мы смотрим, всегда страдает боковая поддержка. Видимо, вылазить не так удобно с этой машины. Хотелось бы на обзор ее взять. Так, есть у нас вот такой вот руль, в хорошем еще состоянии, на мое удивление. Механическая коробка передач, пятиступка. Есть кондиционер, очень неплохо. Есть подлокотник вот такой, сзади вот такой вот салон. Сзади темно, просто с ума сойти. И вот такой вот, какой-никакой. Это что у нас? Это у нас панорамная крыша. Ну, в общем, друзья, вот такой вот автомобиль продается здесь и сейчас. Ну, а мы переходим к рассмотрению уже следующего автомобиля. А здесь у нас вот такая вот, друзья, альфа. Есть нюанс, конечно, походу, переднее крыло меняное. Сразу видим, отличается абсолютно по цвету. И уже на нем начинает линять краска. Вот. Ну, ладно, друзья, давайте быстренько посмотрим, что там у нас по данным. Это у нас Альфа Рома 147, кузовик хэтчбэк, 2002 года. 156 тысяч пробега, 1.6 бензиновый двигатель, плюс есть газ. И стоит эта машина 2900 злотых. Это у нас, грубо говоря, 725 долларов. Ну, скажу вам так, 725 долларов. Альфа Ромео, итальянцы, французы, это достаточно дешевый класс в Европе в целом. Так как есть альтернатива покупать немцев и прочих-прочих гадов. Вот. Ну, и здесь вот просто вот такой вот Альфа Ромео, к сожалению, закрытый. Нет, открытый. Вот, давайте посмотрим, что там у нас сзади. Так, что там у нас сзади хотя бы. Вот такие вот тканевые сидения в живом состоянии. Сзади уже стоят весла. Очень хорошо. Вот такой вот, друзья, стильный руль. Руль в хорошем состоянии, мое удивление. Два стекла. Ага, я понял, чего не хватает. Ладно. Так, механическая коробка передач, пятиступка. Есть кондиционер. Родная сидишная магнитола. Вот такой вот, друзья, подлокотник. Ну, в общем, друзья, вот такой вот автомобиль продается сейчас. Опять же, куча всего надо накупить. Куча кнопок. Ну, куча кнопок. Ну, надо перебирать двери, перебирать все. Ну, в общем, друзья, вот такой вот автомобиль продается здесь сейчас. Это машина для тех, кто любит конкретно покопошиться. Ну, а мы с вами переходим уже к рассмотрению следующего автомобиля. А здесь у нас вот такой, друзья, красивый, в рестайле, просто красивучий, конечно, Рено Меган. Интересно. В очень хорошем состоянии, на мое удивление. Очень красивые колеса, диски, вернее. Слушайте, ну, машина действительно очень хорошо выглядит. Давайте зачитаем быстренько данные. Это у нас Рено Меган 2005 года. 323 тысячи пробега, 1,5 дизельный двигатель. И стоит эта машина 6 тысяч злотых. Это у нас полторы тысячи долларов. Полторы тысячи долларов за очень, в принципе, достаточно хороший Рено. Слушайте, ну, выглядит достаточно реально хорошо. На мое просто удивление. И вот тут недавно тестили. В принципе, ехал он достаточно неплохо. По крайней мере, я увидел. Вот, есть парктроники. Сзади вот такие вот стальные фары. А ну, друзья, давайте посмотрим, что там у нас по салону. Ух ты, ехал я мать. Так, друзья, здесь у нас есть четыре стеклоподъемника, электронная регулировка зеркал. Руль, конечно, подзатяганный, но это краска в основном. Вот, сиденья уже что-то тут подшивались, пытались. А так, в принципе, полукожа, полуткань в неплохом состоянии. Есть механическая коробка передач, пятиступка, кондиционер, климат. Машина заводится от кнопки старт-стоп. Вот, сзади вот такой салон. Не, ну машина, вы знаете, достаточно выглядит, достаточно сексуально, как по мне. Вот. Ну, скажу вам так, на неплохой ноте мы завершили. Вот. Конечно, честно, машинки слегка подушатанные, но в техническом, вроде говорят, еще более-менее живые. Ладно, друзья, переходим, наверное, к завершению. Итак, друзья, мы сегодня рассмотрели достаточно много интересных или неинтересных автомобилей. В общем, пишите свое мнение, все, что вы думаете в комментарии. Конечно, машины тут немножко подзатяганные. Где-то надо пружины поменять, где-то надо подкрасить, где-то надо какие-то кнопочки вставить. Но в любом случае, это старые машины, надо об этом помнить. И не забывайте, что все мы люди, и не у каждого из нас есть деньги на более современные автомобили. Это нужно помнить, друзья. Поэтому каждый выживает кто как может. В общем, друзья, всем спасибо, всем удачи и до скорых встреч. Пока!